В Гомеле продолжают работать диалоговые площадки. 29 октября здесь обсуждались пути повышения роли местного самоуправления и самоуправления. Высказать свое мнение по вопросу реформирования местных властей пригласили депутатов всех уровней, представителей структур государственного управления, общественных объединений, политических партий и органов территориального самоуправления. В частности, среди озвученных предложение упразднить сельские и поселковые советы. Дело в том, что сегодня председатели Советов совмещают эту должность с полномочиями главы местного исполнительного комитета. В первом случае они принимают решения, во втором их выполняют. Если функции Советов будут переданы территориальным органам самоуправления, местные проблемы можно будет решать более эффективно. Совершенствование работы в области экологии – главная тема диалоговой площадки с участием представителей охраны окружающей среды, жилищно-коммунального хозяйства и молодежи. Цель встречи – обсудить вопросы сотрудничества власти и хозяйствующих субъектов в сфере экологии, рассмотреть ряд актуальных вопросов. Среди них вырубка лесов, борьба с жуком-караедом, загрязнение воздуха и ландшафтный дизайн. Что касается последнего пункта, то в областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды заверяют – к 2025 году все вопросы по благоустройству региона будут сняты. И еще одна из тем, которую обсуждали на этой неделе – совершенствование работы отрасли культуры. Разговор стал продолжением дискуссии, которая ранее прошла в Мозере. Сотрудники отрасли обсудили ряд актуальных вопросов и поделились собственными предложениями по развитию сферы. В частности, они касаются перспектив работы общественных объединений в сфере культуры. Представители организации высказали идеи, которые, по их мнению, необходимо реализовать, к примеру, сохранять и поддерживать фольклорные традиции. Напомним, основная задача обсуждений на диалоговых площадках – разработать и подготовить предложения для обсуждения на Всебелорусском народном собрании, а также изменения в действующее законодательство. В системе здравоохранения Гомельской области делают все возможное для минимизации распространения коронавирусной инфекции. Отрасль полностью подготовлена. Проверено необходимое оборудование, создан достаточный запас средств защиты для медицинского персонала. Коечный фонд в больницах составляет почти 14,5 тысяч мест. В области почти полтысячи аппаратов ИВЛ и более 1700 кислородных точек. 60% врачей и 86% среднего медперсонала имеют опыт работы с больными коронавирусом. Медики призывают людей не терять бдительность, беречь себя и реже посещать массовые мероприятия. Обязательно сохранять социальную дистанцию, использовать маски и дезинфицирующие средства. Эти меры позволят избежать резкого увеличения нагрузки на медицинские учреждения. Холодный туман для дезинфекции автобусов. Гомель Обл Автотранс закупил портативные орошатели, чтобы облегчить работу персонала и улучшить качество обработки салонов. Раньше в резервуар нужно было сначала надувать воздух, потом опрыскивать, всё вручную. На то, чтобы справиться с одним салоном автобуса, уходило около 20 минут. Новое устройство существенно экономит время. Новая продукция, возможность увеличения производства и расширения географии экспорта. После реконструкции открылся цех номер два с завода торфяного машиностроения «Большевик». Благодаря модернизации предприятие начинает выпуск узколинейных полувагонов новой модификации. Инвестиционный проект стоимостью полтора миллиона рублей финансировала Минэнерго. Срок окупаемости – 4,5 года. Ежегодно в Беларуси добывается около двух миллионов тонн торфа. Из него производится около миллиона двухсот тысяч тонн торфяной продукции. 20% идёт на экспорт. Остальное остаётся в стране и может заменить около 450 миллионов кубометров импортируемого природного газа. Открытие цеха – первый этап модернизации. На очереди другие подразделения. Планируется обновить станки не только для улучшения качества традиционно производимых товаров, но и для выпуска новых. Открытое акционерное общество «Ратон» отметило юбилей. Предприятие, созданное в 1970 году, стало первым белорусским заводом радиомашиностроения. Тут активно занимались перспективным для того времени направлением – производством автоматизированных рабочих мест на базе мини-ЭВМ. Завод выпускал сложную наукоёмкую продукцию и работал исключительно для оборонного комплекса Советского Союза. В 1998 году на базе научно-производственного объединения создана свободная экономическая зона «Гомель-Ратон». В 2009 году НПО было преобразовано в открытое акционерное общество. Сегодня «Ратон» – многопрофильное предприятие, возможности которого позволяют обеспечивать высокое качество продукции при минимальных сроках изготовления. Основной ассортимент – электрооборудование.